Приветствую вас! Вы знаете, я сразу хотел бы перед вами извиниться за то, что вам, может быть, во-первых, не понравится то, что я скажу дальше, и я хотел бы извиниться за то, что, возможно, я буду смеяться, когда буду перечитывать ваш текст, перечитывать его придётся, потому что он достаточно большой, вот. Вот за эти две вещи я хотел бы перед вами извиниться и сказать, что если проблему вы реально хотите решить, то, соответственно, говорить здесь то, что вам нравится, я не буду. Это совершенно точно и совершенно определённо. Итак, с чего бы начать? Начать мне хотелось бы, наверное, с того, как вы себя преподносите. Потому что вы – это та среда, в которой живёт ребёнок. Вы ироничны по отношению к себе, обесценивающие по отношению к себе, критичны по отношению к себе, но при этом обладаете определённым чувством юмора и достаточно острым умом. Понимаете, ваш психологический портрет такой, какой он врисовывается по тексту. Я не знаю, какая его в жизни, безусловно, но вот по тексту. Это человек, который постоянно, постоянно внутренне себя обесценивает, компенсируя это излишним, часто спонтанным проявлением чувств своих. Может быть не частым, то есть может быть не редким, а постоянным проявлением чувств. Но самое главное, что здесь есть обесценивание. Причём обесценивание идёт не только по отношению к себе, но и по отношению к ребёнку. И по отношению к мужу, вероятно, тоже. То есть мужа, скорее всего, вы склонны принижать, высмеивать. Хотя здесь предположение, конечно же, потому что, ну потому что разные ситуации бывают. А если вы вдруг этого не делаете, то всё равно настрой ваш позволяет говорить о том, что вы всё-таки склонны. Вот склонны вы к обесцениванию. Я не могу сказать, что вы именно, не могу сказать, как именно. Но то, что ребёнок чувствует, что вы себя обесцениваете, тот ребёнок чувствует, что, скорее всего, вы обесцениваете его отца. Вот, очень интересно здесь было бы поговорить про отца. Вот, ну про него я ещё скажу. Вот это всё является первопричиной проблемы. То есть как это выводится, проблема не в ребёнка. Как это выводится, проблема не в нём. И не в том, чтобы вести его к детскому психологу. Ну окей, вы его отведёте к детскому психологу. Он поработает с ним, он придёт, он всё равно с вами жить будет. Всё равно будет с вами жить. Что изменится? По факту. Даст ему психолог советы какие-то. Ну и что? Что это даст? Ребёнок придёт, вы, вы, как бы, вы для него среда, да? Вот эта вот среда, ну, в которой он живёт. И это среда не изменится, она останется тоже. И что? Любой совет, если он только вот прямо, знаете, вот не будет идти от человека, которому ребёнок будет доверять, а в этом возрасте он уже не так, чтобы сильно доверять людям. Вот, только в этом случае. Чтобы прям совет его как-то окрылил и всё. Вот. Нет, конечно, можно. Можно с ребёнком поработать, можно с ребёнком пообщаться. Но ещё раз говорю, повторяю, без изменений вас, без перемен вас и отца, я бы не ожидал каких-то вообще перемен, улучшений и так далее. Вот. То есть вы поймите, что в вашей семейной среде вырос такой ребёнок, у которого такие проблемы. И вы пытаетесь поменять его, вы его ведёте к психологу, хотя на самом деле к психологу нужно вам. Вам обоим. Потом уже может быть и ребёнку, психологу. Но сперва вам обоим. Потому что ребёнок это отражение в вас, это ваше отражение. Вот. Вот это то, что я хотел сказать вам. Это первое. Второе. Отец. Если честно, мне показалось, что отец ребёнка вот такой, достаточно отдалённый, ну, отдалённая фигура в его жизни. То есть как-то вот не привёл у меня впечатление, не привёл на меня впечатление отец своей, например, силой, своей харизмой, своей авторитетностью, ну, перед ребёнком. Как бы. Вот. И это, конечно, тоже очень-очень-очень важный вопрос. Как такое возможно? Ведь для ребёнка отец это едва ли не самое вообще-вообще важное. Для ребёнка отец, для мальчика точнее, отец, это по факту то, на кого он равняется. Вообще. 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 Вот. Ох ты понимаете, какая история. То есть, отец отца нужно привлекать к этим всем разговорам. Не вас, а отца. Отец нужен ребёнку. Отец обсуждает с ним эти вещи. Вообще. Отец говорит ему, что ему, там, значит, нужно делать, например. Именно отец, не, как бы, не мама. Мать этим вещам научить, как бы, ну, в принципе, может, но поскольку, поскольку это всё, это отец. Поэтому фигура отца здесь очень важна, а её нет. Поэтому активнее общение, общение ребёнка с отцом без этого вообще никуда. Без общения с отцом ребёнку никуда. Мальчику никуда. Вот. У мальчика отсутствует модель, мужская модель поведения. Вот. Вы, как мальчик, его, его, конечно, можете обнимать, можете его целовать, можете говорить ему, какой он, там, и т.д. и т.п. Но по факту всего этого очень, всего этого недостаточно. По факту. Потому что по факту, по факту нужно, чтобы ребёнок именно с отцом взаимодействовал. Понимаете? Вот. Поэтому фигура отца здесь ключевой аспект. Дальше. Я верю, что вы своего ребёнка любите. Вот. Я верю, что вы своего ребёнка любите. Но не задавались ли вы вопросом, а почему ребёнок ваш партизан? Из-за чего он партизанит? Из-за чего он партизанит? Почему ребёнок не высказывает вам свои чувства? Почему ребёнок не говорит, как есть на самом деле? Почему он этого не делает? Фигура. Фигура. Ведь по факту получается так, что он вам не доверяет. Правильно? Получается, что у него нет к вам доверия? В таком случае. А это значит, что скорее всего у вас в семье не принято говорить о своих чувствах, не принято говорить о своих переживаниях, не принято говорить о том, что волнует вас. Понимаете? Если в вашей семье не говорят о чувствах, ну, на мой взгляд, несколько странно ожидать того, что и ребёнок будет тоже о них говорить. Если в вашей семье принято обесценивать, ну, как бы чувства, например, то опять же наивно думать, что как-то история может быть по-другому, сгладиваться в том плане, что наивно думать, что ребёнок будет говорить о своих чувствах вам. Вот. Понимаете? То есть тут вот как бы такой момент, если вы хотите, чтобы ребёнок рассказывал всё как есть, да, если ребёнок делился с вами, если вы хотите, чтобы это происходило, если вы хотите, чтобы он именно делился с вами тем, что его волнует, то нужно соответственно создать для этого условия. А ребёнок учится у кого? Ребёнок учится у своих родителей, соответственно, если он не высказывает свои чувства, значит он научиться этому у вас. И это уже вопрос к вам. Знаете, да? Имеется проблема, ребёнок в первый класс, в 8 лет, мальчик не хочет идти в школу. Каждый вечер страдания, каждое утро печаль, попытка померить температуру, проверить горло, вдруг заболел и можно никуда не ходить, иногда тазнота рвота, ногти сгрыз уже до мяса. Так, ну что я могу сказать? Вообще серьёзный аспект психосоматики наблюдается, да, то есть довольно сильный стресс, я так вижу довольно сильный стресс. Вот, то есть это, ну, в общем, это весьма, весьма, знаете, тревожные такие факторы, я бы сказал, потому что, ну вот, если у ребёнка уже как бы психосоматика, то здесь, знаете, что-то, что-то действительно может быть серьёзное. Вот, то есть я не хочу вас пугать, но психосоматика это, как бы, ну, говорит о том, что у ребёнка там действительно переживания есть и они довольно серьёзные. Ну вот, то есть я говорю о том, что это не игра, это не игра уже, это прям вот, прям серьёзно, потому что психосоматика это не шутка. Вот, соответственно, понятно, что, ну, как бы, в школу не ходить нельзя, это, безусловно, понятно. Вот, мне кажется, мне кажется, что основная проблема, основная именно проблема здесь в том, что вы хотите, чтобы ребёнок вам прямо вот сразу рассказал о том, да, прямо сразу сказал. Что с ним происходит? Мне кажется, что это вот основная причина, то есть его как бы раскрывать, да, раскрывать ребёнка нужно постепенно. Вот. То есть это не то, что делается вот прямо сразу. То есть тут нельзя спешить, нельзя торопиться. Вот. Дальше, приблизительно во второй половине учебного года, это началось, первые полгода ты не ходил в школу, так, значит, соответственно, потом что-то произошло. Парень, да, лично партизан, так, ну, про партизаны сказал, всё в порядке, всё не в порядке, просто учиться не хочется, просто ленивая, просто хочется остаться дома, переглядаться за компьютером, просто все дорогие бьют и так далее. Ну, здесь, конечно, начать можно было бы, в первую-то очередь, знаете, с того, как это сочетается вот с тем, что он, в общем-то, ну, любит учиться, что ему, в общем-то, нравится учиться. Вот. То есть я бы вот начал бы, наверное, я бы начал, наверное, с этого, на самом деле. Понимаете? Какая история. Вот. То есть я бы начал с того, значит, чтобы ставить противоречие, ну, противоречие ставить именно самому ребенку в его суждениях. Да? То есть, как бы вот, ну, если ты, допустим, тебе нравится, допустим, учиться, да, тебе нравится учиться, ты хочешь учиться, вот, или ты, соответственно, не учишься, как бы, и не хочешь учиться. Вот. Вот. Понимаете? Попробую версии. Значит, здесь. Здесь. История такая. История, чтобы обсуждать, что это происходит. Нужно не вам, да, а отцу. Опять же. То есть это очень важно. Очень важно. Очень важно, чтобы именно отец, именно отец обсуждал с ребенком то, что происходит, а не вы, как мать. Вот. То есть, все эти версии, вот, и так далее, все вот это вот. Это обсуждаете не вы. Не вы с ребенком это должны обсуждать, да? А, а именно, эммм, как бы, отец, мази, вот. То есть, здесь вот такая вот, такая вот ошибка. Ага, дальше, значит, эммм, так, им не нравится его друг, он с родителями не перестанет, потому что иначе тот обидится. А почему? Ребёнок боится, значит, тот обидится. То есть, ему как бы надо задать вопрос, вот он начал рассказывать, да, а почему боится? Вот. Почему боится, что ребёнок, почему боится, что обидится его друг на него? Как бы. С чем это связано, что он боится? Чего он боится? По сути. Вот. Откуда этот страх? Понимаете, да? Один, где третий. То есть, вам ребёнок, в принципе, в принципе, вам ребёнок, да? А, дал. Ммм. Как бы. А, вам ребёнок дал. Подсказку. Уже. Что, вот он. Соответственно, боится, что его, там, ну, например. Оставят, ну, то он останется в одиночестве. Допустим. Вот. Ребёнок боится. Понимаете? Значит, ребёнок боится одиночества. Правильно? Ну. А почему? Ребёнок боится одиночества. Ну, и, соответственно. Так далее. Да? Вот. Ну, этого же вопроса вы ему не задаёте. То есть, тему не развиваете, вместо этого обесцениваете просто. Говорите, что, вот, мол, Санта Барбара, ага, и так далее. Ну, и, как вы хотите, чтобы он с вами делился, если он вас поделился, а вы обесценили? Вот. Понимаете? А, дальше. Так. Сына действительно бьёт. Это вряд ли. Сын адресирует морально. Вполне возможно. А, значит, он не может дать, потому что он в себе не уверен, из того, что вы не уверены в себе. И вы себя обвиняете, вы себя обесцениваете, и, соответственно, он делает то же самое. А, так, значит, когда тонко и сложно для первого класса, когда мне, ну, опять же, что именно тонко и сложно, для меня здесь осталось загадкой, если честно, потому что, ну, ничего тонкого, ничего сложного нет, а дети, они, в общем-то, ну, довольно... и я изочалены была, вот, в своих... Ну, в своих поведенческих моделях, вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь вообще нет ничего необычного, ничего странного и так далее, вот, совершенно. Еще раз, это вы, это вы, как бы, обесцениваете данный аспект, но, если вы обесцениваете, это не значит, что, как бы, ну, что это нереально, вот. Так, дальше, сына вообще не трогал, злонамеренно, просто обычная детская мужчина возня, боевые игры, все оказываются ему битьем, то, что может быть, по-моему, еще избыточная деликатность и чувствительность. Аноним. Откуда? Только от вас. Соответственно, нужно, чтобы он был менее деликатен и менее чувствительным. Вот это все. То есть, смотрим причину, почему ребенок более чувствительный, но более деликателен, корректируем ее и учим ребенка по-другому. Да, тяжело, да, требует от вас усилий, но это более реально, чем идея просто отвести его к психологу, и психолог его поменяет. Так, сын огребает из-за своего товарища, пожалуй, наиболее вероятное, ребенок действительно пара в коллективе, да и проблемы эти начались тогда, когда мой сын натолкнет друзей, с другой стороны, но это черная, какая версия, от того и в нее верится страна. Но, опять же, опять же, ребенок почему-то боится, что на него обидится друг. Вам не кажется странным, что ваш ребенок друзит с тем, кто нелюбим в классе? То есть, это не кажется вам странным? То есть, ребенок друзит с тем, кто является изгоем. Быть может, ребенок ходил в школу первые полгода, ему все нравилось, он учился, но с ребятами не общался, потому что у него не получалось, но он на это как-то забивал, может быть, задержался особняком и так далее. А вот, значит, потом дружился с гоем, и все стали на него наезжать, и он тут же спешивался. Но прикинь это в чем? Самооценки. И самооценка хромает у вас. Это все процентов. Самоценка хромает у вашего мужа, скорее всего. Ну, и, соответственно, самооценка хромает у ребенка. Так, доподлинно выведать проблему у сына не получится. Это может сделать отец только в режиме периодических диалогах. То есть, периодические, постоянные диалоги с отцом, в доверительных отношениях, в процессе игры, в процессе каких-то совместных действий, только так. Так, парни, что мой чересчур чувствительный, одного только разговора, он под поднаду и батареаций подбород. Я считаю, что это не нормально. Что он чересчур чувствительный. Я хотел бы более подробную информацию об этой действительности, да, то есть, ну, с чем это связано конкретно. То есть, либо это что-то физиологическое, либо он чего-то боится, либо он чего-то ждет негативного. Ну, то есть, по сути, одно и то же, да, то есть, одно и то же боится, ждет там и так далее. Вот. Нужно это понимать. То есть, это не нормально, что он действительно с такой действительностью, с такой, с такой, с тепличной, эм, как бы, формой своего характера ребенку почти невозможно будет социализироваться. Вот. Опять же, почему тошнота и почему потрясывание подбородком? Потому что аутоагрессия начинается, как бы, это я виноват, это моя вина, это я. И начинается, как бы, старшее отражение, я плохой, я там и так далее, и, соответственно, тошнота и потрясывание подбородком. Расшепление происходит. То есть, ожидает обвинение от вас. Неуверенность. Понимаете? Так, посоветовать ему тоже не могу. Еще раз, это не вам. Это не вам советую, да. То, что вы называете его, то, как вы его называете, да, вот, своего ребенка, это, еще раз повторю, обесценивание. Я не знаю, может быть, вы его любите и обнимаете, может быть, там, вы дыши в нем не чаете, но то, что вы обесцениваете его, или для вас это нормально, нормально проявление чувств, нормальное проявление чувств. Вот. Не знаю, но способ, форму выражения чувств нужно менять, потому что, даже если на вашем языке это означает, что я его люблю и за него переживаю, то ребенок это понимает буквально. Он не понимает это вот так, как понимает его. Так, следующий пункт вообще неприемлем. Потому что, так, ребенок никогда не научится преодолевать трудности. По поводу межличностных отношений, опять же, это не вы решает. Это не вам нужно, это отец. Отец. Так, дальше. Значит, уговорила сходить к психологу. Выбор в нашем городке небольшой, что нашла, то нашла. Ну, вот опять, да, как бы, обесценивание происходит. Тут вы не уважаете, как бы, свой выбор. Так, не волнуйтесь, мамочка, если нас методы партизана проскалывают. Потом дам ему пару мудрых наполений, он сразу, говорит, вас прянет и вот парит. Ну, я не знаю, это, это, мне как бы, знаете, мне как бы остается догадываться только о квалификации детских психологов, детских психологов в регионе, да, я так понимаю, что в регионе живет. Вот. Но, подобное уже настораживает. То есть, такая излишняя самоуверенность. Методы партизанов раскалывать, да, то есть, обесценивание какое-то идет. Вот. То есть, это не восприятие ребенка как личности. То есть, если у вас это еще угадывается, да, у вас угадывается, что вы воспринимаете все-таки ребенка как личность. Ну, может быть, может быть, искаженно, может быть, немножко не так, но все же пытается. То психолог, он вообще, он не воспринимает. Вот ребенку нужно разговаривать так же, как и, как бы, ну, созрется клиентом, да, это вообще не учитывается. Ну, я не знаю, может быть, вы не планировали периодичное посещение, вот, но тем не менее. Дальше. Привела я к нему молго. И вот здесь, наверное, самое болезненное и самое вообще выпиющее, что может быть. Почему вы не вышли? Нет, серьезно. Почему вы не вышли, ребенок, а пришел к психологу, вы с ним рядом в этот момент находились? И вы хотели, чтобы ребенок при вас сказал психологу о том, что его волнует? Серьезно? Понимаете, какая история? Я не знаю, как вы все это организовали, но точно здесь вы своего ребенка вот не уважаете, да, не понимаете его как личность, на мой взгляд, проявляется очень сильно. То есть вы уже, говорите, привела к нему молого. Он молой, он не смешленный, да, и так далее. Ну, вы его обесцениваете, он себя обесценивает, психолог его обесценивает и что по итогу. Опять же, опять же, дети до 10-11 лет, они раскрываются психологом через игры, насколько я знаю, через рисунки, насколько я знаю. Не через прямой вопрос в лоб, в чем у тебя конфликт. Ну, там, на крайней случае, да, соответственно, это делается в виде разговора. То есть просто, давай там поговорим о чем-нибудь там и так далее. Для этого у детского психолога должен быть наработан навык. Желательный опыт общения как бы со своими детьми, если уж так. Ну, вот. Понимаете? Ну, хотя, это не обязательно. А здесь у вас прям, знаете, как говорит, как говоришь, о том, дикий психоаналис. Вот это вот, что-то из этой, из этой серии. Вот. Ну, соответственно, ну, некомпетент на себя повёл специалист, короче говоря. Вот. И то, что вы присутствовали в беседе, это вообще, там, грубое нарушение правил этики личного пространства ребенка и так далее. А из этого я могу предположить, что вы личный границ от своего ребенка не уважаете. То есть он не чувствует, где он, а где другие. Он не чувствует, где можно, где нельзя. Он не чувствует себя в безопасности ни с вами, скорее всего, ни в школе. То есть, то есть, с вами он спокойнее, надо знать, что от вас вы как бы ему ничего не сделаете. Но личных границ нет между вами, ребенком. Абсолютно. Вот. Значит, так. Ну, соответственно, ненормально, естественно, что к идее психологической помощи парень настроен не очень благодарностью. Так. Как узнать, что именно у сына не лазится при условии, что не хочет об этом рассказывать, то ли не может сформулировать? Первый разговор с доверенным лицом, доверенным взрослым. Это может быть папа, это может быть дядя, но мучка о фигурах, которые у него в авторитете и с которым проводят много времени. Это первое. Второй вариант. Это взаимодействие с психологом в виде игр, в виде совместных специальных мероприятий, через которые психолог может понять, что происходит у ребенка. Вы ему можете помочь только изменениям отношения к себе и изменениям выстраивания отношений со своим мужем и с ним. Сам он себе, к сожалению, помочь не может ничем сейчас. Значит, реально пообщаться психологу с ребенком, научить его тем самым хитрым дитейским, значит, штучкам из книг. Реально. Но для этого психолог должен войти в доверие к ребенку, а для этого нужно время. Реально это сделать в онлайне, но, понимаете, я думаю, что с учетом того, что ваш ребенок уже неблагодушно настроен к психологической помощи, да, то есть у него уже даже что-то будет. Я думаю, что практически шансы равны нулю. Вот. Я думаю так. Можно, конечно, в онлайне, да, значит, к детскому психологу обратиться, там, рисунки, все такое. Можно попробовать, в принципе, не говорить даже ребенку о том, что это детский психолог, а просто познакомить его с человеком и сказать, что вот, как бы, ну, там, человек, который тебя там научит чему-то новому или там что-то еще. Здесь надо продумывать грамотно стратегию. Вот. Если не уверены, то лучше, конечно, говорить откровенно, ну, говорить прямо как есть по факту. Вот. Значит, если можно, то как мне убедить детеныша обобщаться с психологом после предыдущего неудачного опыта? Вот опять, мне не понравилось, как и не нравится, как вы говорите. Понимаете? Ну, обесценивающе это звучит. Серьезно. Детеныш, малой, пацифист. Ну, ну, что это такое? Убедить? Да никак, никак, никак не убедить. Понимаете, никак. Вот никак не убедить. Можно заинтересовать. Можно заинтересовать. Но вы хотите, чтобы мы вам сейчас дали волшебное средство, как можно убедить ребенка, не зная вас, не зная ребенка, не имея представления о том, какая вы, какой ребенок, с какой семьей он, там, какая у него среда и так далее, что ему интересно. В теории, в теории, в зависимости от того, что ему нравится, можно что-то посмотреть. В теории. Вот. Особенно, если у него там немного друзей, да, и они к нему не приходят, и он не гуляет, то, соответственно, это может сработать. Заинтересовать его, вот, чем-то, что есть у психолога. Там, например, ну, знаешь, есть, там, человек, который хорошо, там, разбирается, как бы, в играх, да, там, допустим, компьютерных и так далее, и так далее. Вот, им, как бы, я вот, вот, сказал, что ты любишь, там, хочешь, пообщаться, да, ребенок, там, может заговорить, и вот обсуждая, как бы, игры, там, можно выходить на какие-то темы. Вот. Понимаете? А-а-а, значит, в общем, известно, русская, русская, кто виноват? Я вот, я и понимал, что виноват, да, виноватый. Вы виноватых ищите. Кто виноват? Никто не виноват. Абсолютно, виноватых здесь нет. Ни вы, ни ребенок, ни, ни школа, никто, никто не виноват. Вопрос в ответственности, вопрос в формировании личности. Ну, вот. Поиск виноватых никогда ничего не даст. Что делать, что делать, чтобы что? Чтобы что делать? Твой ребенок в школу захотел ходить? А зачем вам это? Чтобы он захотел в школу ходить? Зачем вам это? Некоторым детям лучшее надобное обучение, например. Ну, это во-первых, крайний случай. То есть, чего вы сами захотите? Понимаете? В первую очередь, определитесь, что вы хотите. Определитесь вообще, что вы хотите. Да дайте ребенку, в конце концов, что ему нужно. То есть, не знаю, там, можно попробовать от обратного пойти. То есть, не хочешь ходить в школу? Ну, хорошо, там, не ходи, тебя исключат в школу, например. Попробовать так. Вот. То есть, сперва, там, грубо говоря, там, пускай на неделю. Там, неделю-две, там, отдохнуть, да, там, договоры-то. О-о-о. С учителями, там, я думаю, в первом классе это ничего. Вот. Ну. Соответственно. Смотрите, две недели отдохнет, как не захочет, не захочет в школу ходить. А друг как? То есть, непонятно, а друг как, если он не хочет в школу ходить? Что это за друг такой? То есть, он приходит, как бы, к вам, вы об этом не говорите. Странный какой-то друг, что не хочет в школу ходить. Вот ребенок просто устал. Он просто устал и просто не хочет, э-э, ходить в школу. Потому что, вот это, вот это вот, ва-ваше, э-э, просто хочется остаться дома и за компьютером поиграться. Вот. Это меня очень насторожило. Либо ребенку вы когда-то позволили это делать? Вот это сделать? Позволили, а позволили остаться дома и поиграться, э-э, за компьютером? Вот. Силы того, что отсутствует, э-э, такой крепкий мышечной стержень, да, мышка фигурок, э-э, мышка фигурок, э-э, как бы, не чувствует. Либо, ну, он действительно устает от мужчины, такое бывает. Понимаете? Вот. Э-э, что можно резюмировать, да, что можно, какой можно сделать вывод? Вывод. Вывод нужно сделать таков, что, в идеале, вот, в идеале, вам, вообще, ребенка приводить никому никуда не надо. В идеале, вам, просто, вместе с мужем, э-э, нужно пройти, э-э, ну, как бы, индивидуальные консультации, психотерапию. Вот. Э-э, и, соответственно, поменять свою модель поведения. Всё. Поменяете свою модель поведения, ребенок поменяет модель поведения свою также. Вот. Когда психологов, вот, э-э, психологов, ну, периодически к психологам обращаются, да, как бы, вот, вот, у меня там ребенок, вот, он такой, 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 там, момент, типа, я его приведу. Говорят, да зачем? Вы сами приходите. Ребенок, это ваше отражение. Приводите отца, вот, приведите отца, вот, отец, это вот, вот, прям, это ребенок. Отец. Какой отец, такой ребенок? Он же на него смотрит, на отца. У вас отец какой, пассивный, потому что его нет. Он спокойно смотрит, как ребенок жалуется, он спокойно смотрит, как у ребенка проблема, он спокойно, он в этом не участвует. Либо ему плевать, либо он, так, ну, а что я могу сделать, да, то есть, как бы, вот. И все, вот. И сильная мама, которая подавляет мужской, мужской, как бы, начало, да. Вот и все, вот. Готов. Ребенок. И смысл. Вот смысл с ним работал. Смысл ему придет, он будет с вами опять. Опять папа такой пассивный опять. Мама, которая, которая такая, такая вот, за всех все, все делает, как, ну, Маточка Хабар. Маточка Хабар, например. Сценарий. Такой. Жизненный. Вот. Вот. Понимаете? И, как бы, и что? И что? Что даст, вот, вот, терапия ребенку? Знаете? То есть, меня здесь, как бы, напрягает, эээ, напрягает меня здесь именно такие моменты. Да? Что вы обесцениваете себя, вы обесцениваете ребенка, вы хотите в нем что-то поменять. Не понимаю, при этом, что менять нужно вам. Что вы среда. Не ребенок. И ребенок еще не подросток. То есть, как бы, ему 8 лет. Менять его будет достаточно легко. Ну, так, чтобы он изменился. Над внешним работать. А с вами. Возможно, и с ними, и с вами, да. Но не только с ним. С ним. Только с ним бесполезно. Он так еще больше будет чувствовать, что я не такой, а вы такие. Со мной что-то не так, потому что я хожу к психологу, а вы нет. И так далее. А представьте, если он чему-то научится. У психолога. Вот. И... Придет к вам и будет вам это объяснять. А вы не будете так делать. Как он будет говорить. И у ребенка происходит разрыв. Потому что ему психолог научил, да, делать какие-то вещи. Научил там правильному поведению и прочее, прочее, прочее. А вы же не исполняете это. Вы же не делаете это. Что мы? Или мы как думаем, так... Аааааа... Если родители не делают, а я то тогда зачем буду? Понимаете? Вот... Ребенок, он целиком и полностью зависит от вас. Он ориентируется на вас. Он... Для вас все это делает. Но почему-то он решил, почему-то он решил, что будет лучше, если он не будет ходить в школу. И судя по тому, что вы готовы эту самую школу как бы поменять, да, обидчиков призвать к ответу, ну и так бы ущевался уважительное отношение к школе. Судя по тому, что ему пришла в голову мысль, что он может остаться, поиграться за компьютером, вы ему позволяли это. Ну вот. Малейшая трудность, и всё, а зачем я буду там находиться. Понимаете? Ребёнок улавливает скрытые посылы, которые вы посылаете ему. Скрытые, не те, которые вы говорите, а более глубокие. Ребёнок улавливает обесценивание. То есть, например, вот как вы учились в школе, прогуливали ли вы, или наоборот, не прогуливали. Да, то есть, если, например, вы не прогуливали, не пропускали ни одного урока, ребёнка вот посылаете посыл, что он пропускал. Там, например. Если отец излишне зажат, допустим, да, то есть, как бы, ну, такой очень смирный, спокойный, такой забитый немного, да. Вот. отстранённый, ну, всё в себе, как бы, держит. То для ребёнка будет посыл, давай кричи об этом, реагируй, выплёскивай и так далее. Если у вас, я уже говорил, в семье не принято рассказывать о своих чувствах, если вы со своим мужем не рассказываете от них, то как вы знаете, ребёнок это будет делать? Понимаете? У ребёнка стыд. Стыд – это сравнение с другими людьми, непринятие себя. А значит, у вас тоже самое. Перестанете это делать вы, перестанете делать ребёнок. Вот и всё, по сути. Ну, тут я могу вам сказать. То есть, можно найти психолога. И можно поработать с психологом. Можно поработать с психологом онлайн. Можно подумать, как это сделать. Всё это можно подумать. Всё это можно устроить. Детский психолог у нас есть. А дальше что? Какое будущее ждёт ребёнка? Об этом подумайте. Подумайте, счастливы ли вы? Счастливы ли вы? Счастлив ли ваш муж? Понимаете? Сделайте так, чтобы вы были счастливы. Ваше счастье, оно не должно зависеть как бы от того, ходит ребёнок в школу или нет. Ваше счастье, это ваше счастье. А у вас есть какие-то созависимые отношения. Наблюдает. Понимаете? Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...